Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Заметьте лучше, что с возрастом стало отрицательнее относиться к любым праздникам, потому что они фактически отнимают у меня свободное время и заставляют заниматься тем, чем я не хочу. Везет, когда праздник выпадает на мой рабочий день. В таком случае легко могу не участвовать в мероприятии, когда праздник выпадает на выходной. Но это для меня ад. Вместо того, чтобы заниматься своими любимыми делами для отдыха между рабочими днями, то есть на до 12-13 часов просмотра фильмов и сериалов игр на компьютеры, я выносил пораньше вставать, куда-то ехать и сидеть за столом с людьми, с которыми не особо и не о чем общаться. Выслушивая их, ну хоть одну рюмочку выпить, чего-то так мало съел, ну как-то твой отец со мной общался. Отец живет в другой стране, не видел его уже 16 лет. Думаю, чувствую, что за выходной совсем не отдохнул, столько больше устал. Думал, что смогу выдержать минимальную версию этих посиделок, чуть-чуть посидим после работы, всем же на работу завтра получалось. До тех пор покородственники не стали вспоминать о некоторых эпизодах жизни с отцом в другой стране, о его отношении к другим женщинам после развода с мамой, о возможных братьях и сестрах поленяться, об отношении отца к его матери очень негативной, и прочих вещах, о которых я не хотел бы думать или вспоминать. Когда пытаюсь как-нибудь отмазаться от участия, или прямо заявить, что не хочу участвовать в праздник, или пораньше уйти, сталкиваюсь с искренней обидой со стороны ближайших родственников, ведь и так не часто видимся, нельзя так с родными обращаться, и так далее, и так далее. Даже самые адекватные из родственников сестра нормально общаются, но только в случае, не в случае, когда говорят, что скорее всего не приду на ее очередное мероприятие, потому что очень спал после работы и хочу отдыхнуть. Проблема в том, что праздник обстановился в субболь, все дни рождения, именины, профессиональные праздники, т.д. и т.п. Собственно, это я плохой человек, потому что не хочу общаться с родственниками по несколько часов для общения, мне хватает максимум 5 минут, или я в каком-то месте неправильно расставляю приоритеты. Или нужно просто забить на их обиды и не обращать внимания. Ну, а на них, я думаю, что если бы вы могли не обращать внимания на обиды своих родных, вот, я так думаю, то вы бы это делали. Так получается, что раз вы этого не делаете, то, вероятнее всего, вы не можете. просто забить, что называется. Поэтому здесь, мне кажется, вы в какой-то степени немножечко, так скажем, лукавите что ли. Вот. По крайней мере, так мне кажется, что вы выкажете, это первый момент. Второй момент. У вас действительно могут быть различные ценности с вашими родственниками. И вам действительно может быть на самом деле не о чем с ними говорить. Вот. Это правда. Это правда. Но тогда бы вы, на мой взгляд, по крайней мере, чувствовали бы себя несколько иначе. Вам было бы не так болезненно, и уж совершенно точно, вряд ли бы вы чувствовали себя, как вы говорите, плохим человеком. Поэтому мне кажется, что в первую очередь проблема здесь в том, что есть вещи в вашем прошлом, которые вас задевают. Вот. Как мне кажется. И эти вещи дают о себе знать более серьезно. Когда вы сталкиваетесь со своими родными. То есть, у вас есть определенное состояние, которое возникает, когда вы сталкиваетесь со своими, ну, близкими людьми. Вот. И это состояние вам не нравится. Вы его, что называется, не проживаете. Вы от него бежите. Как мне кажется. Как мне кажется. Вот. Оно вам причиняет боль. Это состояние. Да. По равным причинам. И вот в первую очередь нужно, на мой взгляд, поработать именно с этим. Поработать. Поработать. С. С. Состоянием. Капера. Вот. Вас. Ну, Капера причиняет вам боль. Скажем так. Чтобы вы и позицию, позицию своего папы приняли. Чтобы вы и его отношение к матери смогли принять. Вот. И так далее. Потому что, а есть вот, сейчас у меня такое ощущение, что он сидит вам достаточно больно. Вот. Это. Нормально. Вот. То, что у вас не совсем, получается, хорошие и благополучные, так скажем, отношения. С родителями. То, что вас они в той или иной степени травмируют. Вот. А родственники это скрывают. Вот. То есть, тут как бы, ваша собственная противоречия. Далее. Есть проблематика неуверенности в себе. То есть, смотрите, ну, о чем идет речь. Ну, ну, что значит, да, что я имею в виду, когда там, говорю о проблематике такой, что я имею в виду. Я имею в виду, что вам, вы с родными своими выступаете, ну, вот, так скажем, довольно пассивно. Пассивно. А вам бы свою позицию определенную продвигать в, ну, вот, в диалоге с ними, например. Да, как бы. Вы этого не делаете. То есть, вы не опротвлекаете свою позицию. Вот. И, конечно, как бы вам, ну, в какой-то степени довольно болезненно. То есть, тут как бы все вполне понятно и вполне нормально и вполне очевидно. Вот. То есть, как бы, извините, да, грубо говоря. Откуда взяться, вот, к комфорту, да, например. Если вам сложно, вот, свою позицию, ну, выражать. В данном случае это вполне нормально и вполне естественно. Как мне. Как мне кажется. Вот. Другой вопрос. Что с этим можно сделать и что вы хотите делать. То есть, вам было, вам было бы, вам было бы гораздо легче, если, если бы, если бы. Вы, вы, лучше, эм, полнее, выражали бы. свои чувства, свои эмоции вращали бы свою позицию. Да, вам бы здесь пришлось, так или иначе, вы могли столкнуться с тем, что нам надо бы обиделись, но чувствовали бы вы себя гораздо бы свободнее, чем сейчас. Сейчас вы себя чувствуете зажатым, не свободным и в целом вот. Вам, так скажем, довольно таки тяжело. Вот. Поэтому здесь я бы вот с уверенностью в себе в первую очередь поработал, а дальше уже было бы видно. То есть, если, допустим, ваши родственники смогли бы принять, ну вот, ваши интересы, вашу какую-то позицию, да, ваше увлечение, может быть, вот, то вам было бы таким образом значительно проще с ними общаться, чем сейчас. Сейчас вам это очень трудно делать. Ну, по вполне, в общем, понятным причинам. Следующий момент – это то, как вы реагируете на обиду. Я имею ввиду на обиду вот своих родных. То есть, что это для вас означает, да? Это что для вас значит их обид на вас, например. Вот. Было бы весьма неплохо на это посмотреть. Вот. Было бы весьма неплохо данный аспект изучить. И постараться увидеть, как вы реагируете на их обид. Вот. Вот. Действительно ли появляется ли вы, вот, чувствует себя виноватым, а обязанным чем-то им или нет? Мне ещё показалось, что как будто бы вы берёте на себя ответственность за папу. такой у меня ещё появилось чувств, что как будто бы вот папа там раз что-то делал, да? Вот. Что-то он там, ну. непростые отношения с вашим родственником. Вот. И они его там в какой-то степени обвиняют, да? Вот. Ну, в чём-то. вы как будто бы берёте ответственность за себя. Вот. Понимаете, да? О чём я говорю в данном случае. И вот этого вам, как мне, кажется, ещё тяжелее. Ну, собственно говоря, сложно представить, чтобы вам было в данном случае легко. Вот. следующий момент. Следующий момент, о котором я хотел бы поговорить, и который я хотел бы затронуть, касается в целом интереса к жизни. Потому что разникло у меня такое чувство, что живёте вы несколько от и до, да? то есть работаете, устаете, отдыхаете, работаете, надо отдыхать. Как будто бы нет у вас чего-то, к чему бы вы стремились. вследствие этого людям достаточно легко вас ну, ну, сбить. Вот. Понимаете, да? То есть достаточно легко вас вот, ну, переключить. это, на мой взгляд, это, на мой взгляд, тоже достаточно важный момент. Наконец, как у вас обстоят дела с кругом общения? С вашим кругом общения? Тоже достаточно важная история. если он у вас. Если он у вас. Если да, то какой? Друзья? В общем, круг людей. Нравится ли вам ваша работа в целом? Как в целом вы внимательны к себе? Да, как бы. то есть это всё достаточно важные истории, на которые вам необходимо обратить внимание. И в целом разобраться в себе, потому что родственники, они, в принципе, какими бы ни, какими, какими бы ни было. они не виноваты. Вот. И, как вы, ну, сами понимаете, наверное, ничего, как бы, плохого вам не хотят. Вот. Но вам самому сложно поставить себя перед ними. И очень важно с этим разобраться. Вам самому больно от некоторых моментов в вашей жизни. Вот. И с этой болью нужно что-то делать. Понимаете, да? В целом наполнение, наполнение вами своей жизнью, своей жизнью, жизнью, больше энергии, больше эмоциональности, потому что, мне кажется, мне показалось, что, несмотря на, как бы, то, что вы описали, мне показалось, что ваша жизнь достаточно такая, ну, я бы сказал, пресная, да? То есть, мне как будто бы отсутствуют эмоции. То есть, вы работаете, потом вы смотрите сериал «Отдыхай», играете, спите и всё. Вот. Как бы, это очень важный аспект. Но если говорить в целом про семейные праздники, то, конечно, зверной истины в этом есть. В каком смысле? В смысле того, что вам действительно могут быть чужды ценности эти. Вам действительно может быть чужда культура. Вам действительно может не нравиться, там, к примеру, не знаю, что вас мотивирует, там, пить и так далее. То есть, вам действительно всё это может не нравиться. Вот. Это нормально. Но необходимо разграничивать то, что я описал и те проблемы, которые вы вскрыли. В противном случае, получается, как бы просто, эээ, может получиться. То вы просто компенсируете одно другим и ни к чему в итоге не придёте. Вот. И проблемы не решите, и людей потеряете, плюс-минус важных для вас. Вот. Как бы, ну, зачем? Зачем это нужно? Вот. Какая-то такая история, я думаю. Вот. И вот то, что вы называете себя плохим, да, это вот про чувство вины. Вот. О чём я не сказал, наверное, ещё. Вот. О чём я ещё не сказал. Про чувство вины. Это некоторая злость на ваших близких. Вот. Ну, какое-то, да, подавление своих чувств. Вот. По отношению к ним. То есть, ну, там, где, да, вы себя подавляете, например, там, где вы себя подавляете. Вот. Это у вас, как бы, обращается на самого себя. Вот. Потому что оно не выражает, не находит выхода. Вот. И вы себя начинаете винить. То есть, тут, эээ, очень важный момент есть. Что, эээ, когда человек не выражает, эээ, то, что, эээ, то, что он чувствует. Когда человек не выражает то, что, там, к примеру, там, не знаю, ему не нравится и т.д. и тупы. Вот. Это, в итоге, выливается в чувство вины. Потому что, если не может, не... Если, эээ, другой человек не достоин того, чтобы я высказал ему своё недовольство, то я буду своё недовольство, ну, выражать, естественно, себе. Себе самому. А как иначе? Иначе, по-другому, к сожалению, никак. В этом и заключается основная боль вины. Вина – это исключительно социальное чувство. И, эээ, почему так важно работать с уверенностью в себе? И отделять, эээ, уверенность в себе и позицию, да? Отделять это. От, например, эээ, попытки компенсировать какую-то проблематику. Чтобы остаться с собой. Чтобы не потерять себя. Чтобы не предавать, если угодно, себя. Вот. Понимаете, да? Надеюсь. О чем идти встреча. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. И удачи!